1 июля вариант получения статистического преимущества значит в данном случае это использование ускоренных и т.ф. со скоростью 3 значит фаз это минус 3 фаз 3 и базовая xlf финансовый сектор хотя если точно быть это финансовый сектор рассола но корреляция очень высокая базовый сектор финансовый актив финансовый сектор значит фаз это финансовый сектор умножить на 3 и фаз умножить на минус 3 ну так кстати видно базовый актив минус 1 и 2 этот три раза с переворотом этот минус в ту же сторону можно посмотреть по графику значит базовый актив следующий корреляция положительно будет только умножить на 3 фаз и предыдущий все наоборот значит идея следующая я вот думал где-то года два уже наблюдаю за этими активами там интересная волатильность по опционам более ранние это скф умножить на 2 а эти уже умножить на 3 они появились где-то по моему года полтора или два назад значит они постоянно затухают то есть стремятся к нулю и наконец я понял почему значит если вот взять идеальный пример просто акция равняется 100 вот это акция и каждый день она будет делать плюс 5 процентов минус 5 плюс 5 минус 5 она будет затухать вот это видно то есть постепенно она будет стремиться к нулю потому что но это вы сами можете посчитать значит если ускоренный актив как леверич и т.ф. то есть на 3 вот как в этом случае это тот же процесс только в три раза быстрее он будет затухать то есть в нормальном состоянии рынка в обычном когда тренда ярко выраженного нету вот эти активы ускоренные они будут все равно постепенно идти к нулю за как затухающие колебания как это можно использовать то есть если на длину промежутки и фаз и фаза стремится к нулю это значит что и разница у них будет стремиться к нулю ну я соответственно проверил на цели как то будет я взял после сплита у фаз был помощи 5 апреля поэтому после этого данные взял значит вот это отражает разницу между фаз и фаза то есть на 5 на 6 мая наверное да на 6 мая соответственно этот был 28 17 14 29 разница была там около 15 долларов и вот она видно что она постепенно до сегодняшнего момента идет к нулю то есть я думаю что регулярно если брать какие-то отрезки более-менее продолжительные то их большая разница она будет стремиться к нулю ну тут я взял еще фотографик самого xlf то есть базового актива что корреляция их спреда или их разница она есть с базовым активом в данном случае базового актива за последние там два месяца снижается и я думаю что это ускоряет приближение к нулю хотя если они будут стоять на месте как я уже показывал вот это будет тенденция по обоим причем то есть они будут идти к нулю и спред будет стремиться к нулю то есть как это в финансовые показатели сделки то есть если в начале мая открыли бы например ну даже там по 10 то есть разницы 10 было полным-полно возможностей и сейчас она где-то 3 значит заработок был 7 фигур от 700 долларов если считать не маржинальный счет а полный то есть надо было один купить другой продать значит здесь два 2800 долларов здесь 1429 с примерно четыре с половиной тысячи долларов ну вот и 700 долларов за два месяца можно посчитать то есть статистическое преимущество может довольно быть выгодно на вот этих двух позициях но кстати пары можно брать и другие есть умножить на 2 и минус на 2 у этих просто вот этот процесс он более стремительное затухание можно использовать опционы хотя это пока еще вопрос открытый сырой например если мы знаем что на длинном промежутке времени эти два актива будут сходиться я поставлю их рядом то есть в данном случае видно что они уже близко по значениям 1742 19 но был момент когда значит один вырос другой соответственно упал вот например этот равнялся семнадцати это в апреле этот апреле был да нет большого значения такого нету если брать там 2008 год да там были большие расхождения вот но значит идея если по опционам это использовать не прямые базовые активы то это можно использовать как календарный спред например если этот будет равняться но они разница увеличилась скажем до 7 это там до 7 или до 10 лучше вот как по графику то есть опять поймали 10 разница между ними это значит например один равняется 20 другой например 30 ну или там 15 25 то ну или вот вот для данных случаев 18 это должен снизиться фаз то есть можно вопрос продать можно открыть календарный например спрот или диагональный кстати говоря это уже дело техники то есть ожидаемого снижения или курс ориентировочно их встречи там в районе пятнадцати то есть когда они будут одинаково стоить мы можем в районе 15 или там около того 16 но кстати говоря строки идут с 033 1667 открываем здесь октябрь и январь но это я беру потому что там есть опционы на этом страйке то есть не то есть если он вообще-то сюда снижается надо ниже покупать календарный спред но смысл какой маржинальных требований в такой таком случае будет значительно меньше чем при базовых активов но это надо уже сравнивать то есть брать пару эту просто открывать не на маржинальном счету затем можно сравнить с маржинальным счетом и затем еще опционные комбинации опционные комбинации тут довольно много может быть календарность про диагональный спред вертикальный спред да и просто продажи опциона такая вот идея спасибо это и и